Посмотрите на этих красавцев. Минут 10 назад я их выгоняла. Они обратно мне уселись. Ну что ж это такое? И ладно, если только малышня. Ведь тут и цыплята, которые постарше, одни и те же. А одни и те же. Ну что ж это такое? Залазят сюда еще. Вот каждый вечер я их отсюда выгоню. Неужели трудно в курятник зайти, а? Давай выходите. Быстренько. Давай. 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 Выходь. Выходь. Давай. Давай. Надо подсидеть. Давай. Выходи. 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 Блин. Ты посмотри. Обратно мне запрыгивает. Ох, как ты. Давай. 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 Ага. Ну, ешкин кот. Ну что ж это такое? В другую дырку залазят. Ну, куда ты прешься? Давай. Вперед. Марш отсюда. Вот так у меня каждый вечер, каждую ночь. Е-мое. Лазаю тут. Ползаю по курятнику. Ну что ж это такое? Вы что, не знаете, где ваш домик? Что за цыплятки такие? Вот они себе... Ой, сейчас встану теперь же. Вот изначально выбрали вот эту себе дорожку. Изначально вот понравилось им не заходить курятник. Все. Они не будут заходить курятник. Все остальные наноситок, эти же товарищи, будут спать. Везде, только не там, где надо. Вон, еще остался один. Надо его загнать. Пошли. Пошли, 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 пошли. Давай. Вперед. Бегом. Всем доброе утро. Выпустила всю свою живность. На свободу. А черную утку я определила уже. Вот дятник с утреца. И хотела вот эту коричневую утку тоже. Но она успела увернуться. Ну, думаю, ладно, пусть побегает сегодня с утятами. Завтра утром тогда. Или же при удобном случае я ее схвачу и в утятник кидано. Утята будут сами. Утята уже большие. Сколько? Ну, одним месяц уже точно есть, а другим... Ну, через день месяц будет вот так. А вот этим старшеньким и того больше. Поэтому уткам пора уже идти в свой дом. И начинать нести и по новой яйца. Хватит гулять. Конечно же, с уткой хорошо. Ну, как идут вереничкой. Утятки друг за дружкой идут. С уткой хорошо содержать утят. Они не разбегаются в рассыпную. Утки легко их везти туда, ну, в нужное место, куда надо. Мне, например. Утки уточка их всех ведет. Они все друг за дружкой подтягиваются и идут в нужном направлении. А без утки они могут, конечно, рассыпаться, разбегаться. Ну, пока привыкнут без нее быть. А так они тоже держатся все вместе, в принципе. Ну, я просто уже в последнее время наблюдаю такую картину, что... Не особо они возле утки сидят. Ну, немножечко так возле утки сидят. А так, в основном, каждый там, где хочет. Ну, вот утка, видите, от кошки она защищает, конечно. А кошка, смотрите, не имется. Говнюха такая. Лиза, нельзя! Лиза! Застрял в ячейке. Я ду-помогу. Видите, как она. Лиза, ну ты посмотри, она боится. И все равно лезет. А что ты сюда залез? Ты не можешь теперь. Все, все. Я помогла. Да. Еще посмотрю. Может, эту уточку и ставлю пока еще на время. Раз она такая защитница своих малышей. Ну, я их хочу вообще уже оттуда убирать, со двора. Ходят же, гадят. Мне это не нравится. Гусей хочу закрыть в загоне. Ну, вот так надо отдельно закрывать. Перевести их в утятник. Лиза, ну ты посмотри, вышла мне охотница, блин. Перевести их в утятник рановато, мне кажется. Особенно вот этих месячных. Они еще маленькие. Их нельзя переводить еще. А которые постарше, в принципе, вот эти вот 8 штук у меня, вот эти постарше, их можно перевести. Ну, пока здесь маленькие, думаю, и старшенькие, пусть с ними уже тогда будут. Какая у меня разница. Смысл мне этих постарше переводить, а молочная останется. Да, утки? Ну, вот так. А уточка, сейчас покажу, она уже в утятнике, как я уже сказала, с утречка. Давай, пройду. Красивая расцветка будет. И это будет уточка, по-моему, да? Мне кажется, уточка, потому что такой размером поменьше утенок. Вон она, красотка, сидит. Вон она. Комбикорм насыпала. И здесь у меня две утки сели с ним. Эта утка линяет, та пока еще не похожа, чтобы она линяла. И получается, две утки у меня гуляли с селезней, четыре утки на гнездах. О, селезень пошел проверять. А что ты туда пошел? Ты что, изгоняешь с гнез? Каштан. Каштан. Что туда полез? Надеюсь, ты в яйца не залазишь. А ну, выходи оттуда. Мне написали, что у меня восемь уточек на одного селезня получается. Сейчас при почете, да, так и получается. Если у меня четыре утки сидят в гнездах, то есть одна вот здесь, две справа. Вот они, мадам. Одна слева. Кстати, яйцо сегодня тут взяла. Под гнездом крупненькое такое хорошее яйцо. Уточка несется, одна из двух. Вот, четыре утки мне сидят возле петухов. Петухи охраняют уток. И А что у меня восемь, подождите. А, ну да, господи. Четыре сидят на яйцах. Две вот же гуляют с Каштаном. А две у меня с утятами. Вот. Одну из них я уже сюда определила. Сейчас уже будет три гулять с Каштаном. Ну, вот та четвертая. Чуть-чуть попозже я ее сюда кину. И да, получается восемь уток на одного селезня. Конечно же, если мы хотим, чтобы яйца были оплодотворены все, то нежелательно восемь уток держать на одного селезня. Ну, яйца будут не все оплодотворены. Если утки решат сразу все нестись, яйца будут не оплодные. Ну, он будет, наверное, не успевать это делать. Я так думаю. А может быть, есть такие селезни супер, супер молодцы, которые успевают все сделать правильно. Яйца будут оплодные. Но зависит, конечно, от веса. Если он очень тяжелый, жирный, то ему тяжелее спариваться с утками. И на такого селезня и четыре утки много будет. И три, наверное. Так что надо смотреть еще на это. И насколько я знаю, утки тяжелой линии, то есть именно такие, которые много весят, от них можно взять потомство намного меньше, потому что на одного селезня действительно надо меньше уток. Потому что он не в состоянии всех обхаживать уточек. Вот видите, уточка мечется. Конечно же, она хочет на свободу. Ей будет тяжело. Ну, первые два дня. Хочу вам так сказать. Ну, первый день особенности. Привыкнет. Завтра она уже будет по-другому себя вести. Послезавтра уже забудет. Мне главное, чтобы она в гнезда, конечно, не лезла. Там, где уточки сидят на яйцах. Тем более, мне одна утка должна уже скоро привезти утяток. А Лиза там наблюдает за уткой. Вот это вот и все. Надо будет проконтролировать утятки. Если раньше времени вылупится, эта утка может туда залезть. Они же начнут пищать, и она туда полезет. Надо, чтобы она к этому времени уже адаптировалась к моменту вылупления утяток под уточкой. И забыла, что она водила утят. Ну, все-таки уже месяц водит. Хватит. Пусть здесь привыкает и... Начинает нести яйца. Не будет нести, но не надо. Пусть отдыхает. Ну, я думаю, занесется. Должна еще раздуместись. Но садить на яйца я ее уже не буду. В прошлом году она мне сидела на яйцах. Осенью вывела. Два раза сидела в году. О, смотрите. Лиза зашла сюда. Да, Лиза, здесь тебя еще не было. В утятнике. Ну, ты посмотри. Лиз, ты ко мне пришла. Моя ты хорошая. Я что говорила насчет количества уток? Моих. У меня изначально ж не было так, чтобы восемь уток на одного селезня. У меня было по четыре уточки на одного селезня, если вы помните. С каштаном четыре утки были. И четыре уточки, они были у меня вот в том загоне, где петухи. Вот. Они были с дымком. Дымка я убрала, а уток отправила сюда, в этот загон. Потому что в это время сидели уточки у меня на яйцах. Те, которые были с каштаном, кроме двух лет, но уже не помню. Ну, в общем, то есть, что я хочу сказать. Что с каштаном восемь уток еще не гуляла тут так, в свободном доступе к нему. Восемь уток рядом не было. Потому что всегда какие-то уточки сидят на гнездах. И вот эти утки высидят мне утят. Они будут уже гулять с утятками. Ну, освободятся от этой ноши, да. Я, естественно, буду убирать уток ненужных. С каштаном восемь уток я не оставлю. Либо можно будет оставить их. На следующий год в любом случае буду убирать. Перед Новым годом уберу. Но вот две утки, я буду вот эти две, которые возле каштана сейчас, в данный момент, я их буду убирать. Утку, которая водила утят, убирать не буду. Она остается на следующий год. Будет опять мне наслеживать яйца. В общем, я ее оставляю. Она у меня старенькая. Ей уже три года. Ну, будет оставаться. А вот эти две уточки буду убирать. Но одна линяет, поэтому я не особо тороплюсь ее сейчас убирать. И какая-то из них еще и вдобавок несется. Надо не ошибиться. Но мне кажется, что вот эта черненькая несется. Это такая толстенькая. Это самая молодая утка. Вот светленькая. Если буду убирать, то вот эту светленькую первую утку. Ну, надо подсмотреть еще, кто из них несется. Если она несется, я не буду ее сейчас убирать. Но эти две утки в любом случае рано или поздно уйдут на мясо. И останется шесть уток. И я подумаю еще насчет этих шести уточек. Каких убрать. Может быть, уберу к Новому году еще. Двоих ей с каштаном. Четыре останутся. Мне это устраивает. Четыре это нормально. Ну, максимум пять. А то и три лучше оставить. Да и все. Не морочите себе кого. Ну, видите, в этом году у меня живности много. Утят я хочу продать. Но они у меня пока не продаются. Поэтому уже жду еще неделю. Жду звонка. Когда позвонит покупатель, чтобы я продала утят маленький. И сюда я определю уже взрослых утят. Будут при старшем утками гулять. Так, что? Видите, через дырочки утятки пролезли. Я тут поливаю за 1-3-3. Надо передвинуть шланг. Какие у меня тут помидорки. Красота, красота. А так, а где же это? Где? А что я еще поливаю? Если не ездить, то поливаю, да? Так, вот туда. Туда нет? Надо будет сегодня пройтись. Собрать помидорки. А это надо вырвать и кинуть гуська. Ну, я не вырву сейчас одной рукой. Не вырву. Рука. Ну, ты посмотри. Лиза, иди отсюда. Чего вы сюда вообще залезли? Идите. Ага, смотрите, как она. О, хочет защищать. А тут путь-ка уже и пролез. Быстренько. Так, все эти ячейки они пролезают. Лиза рядом со мной просто меня провожает. Ну, гусиков буду закрывать. Хватит им сейчас тут. По двору. Уже большие вымахли. Вот, буду в течение нескольких дней делать им тут красоту. В принципе, какую я могу не везти красоту. Здесь у них и так хорошо. Ну, я к тому, что, наверное, тот домик вытащу, где вот эти гусеники сидели на яйцах. Ну, и все. А что я могу-то сделать? Тут все в порядке. Вот этот вход обязательно закрою. И буду закрывать нижние дырки большие. Вот видите, где утята влазь. Вот здесь надо вот так вниз опускать, поправлять. Но это Сережкина будет уже задача сделать. Подправить. В общем, подшаманить ограду. Ой, как он идет по мне, вот посмотрите. Ну, что мой, короче. Ты дальше, что я тебя погладила? Вот эти старшие боются. Видите, подходят близко ко мне, они боятся меня. А молочные меня боятся. Вот три гусенка, которые сводила гусени, они меня боятся очень. Да. Сиди погладить. Смотрите, я могу даже погладить. Как они выгибают мышцы. И здороваются, да? Разговаривают. Да, мой короче, да. Ваша мама пришла. Грязная спинка. Курятники же спят мне. Здесь постарше. Так, сколько у вас? Сколько у вас? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь. Еще два. Старших десять. Десять штук. Которые у меня первые вылупились в деревянном ящике. Под лампочкой лупились. А там вот помладше. Помеченные зеленочкой. Помните? На шее помеченные. И на голове зеленка. На шее помеченные гусята с другого хозяйства. Осталось их шесть штучек. Так, и сколько на голове помеченные? Два. Вон один. Вижу голова зеленки. Где-то еще один должен быть. В общем, всего у меня вот этих гусиков восемнадцать. И плюс еще те три гуляют. Двадцать один гусенок вот так. Надеюсь, все будут уже на месте. Никто не пропадет. Крыса не сожрет. Смотреть. Ах, паразиты. Ах, вы ж паразиты. Ах, вчера была в городе, на остановке ждала троллейбус. Смотрю, женщина там подкармливала голубей. Хлебушек крышила им. Боже, их столько там налетело. Штук двадцать. Если не больше. А я себе стою и думаю. Не мои ли это голуби? Прилетели в город, который здесь обитает. Они же летают по районам. По часам. С утреца здесь. В обед полетели в город. Вечером опять сюда. Да? Ну, это я так. Шучу, конечно. Голуби, наверное, по районам летают. Не знаю. Наверное, далеко тоже нет летают. У каждого своя территория. Мафия, понимаете? У каждого своя территория. За пределы не вылетают. Нельзя. Так что так. Цепки тоже с утра вышли. Выпустила их. Все в домике переночевали. Все хорошо. Я смотрю, что петухов у меня много. Маленьких петушков. Вот и думаю, оставить их здесь или к петухам перенести. Ну, здесь место позволяют курятники. Оставлю здесь. Оставлю. Меня бесит то, что есть вот тут три, по-моему, петуха. Они такие тяжелые. Вот, по-моему, даже вот этот. Какой-то один черный. Или тот другой. Они же с цеплятами не укладываются вот там. То на крыше мне укладывали. Здесь спали я их выгоняла. Теперь в домике. Спрашиваются, что не заходить наносишь. Да? Вот так. Сейчас петушков вам покажу. Лиза, под ногами крутится. Вы понимаете, мне главное, чтобы я не свалилась. Так. Но сначала мне надо шланг поправить. А то я смотрю, у меня вода уже течет за пределы лунки. Мне вот здесь надо полить с краешка. И все. И перенести шланг на другую грядку. А я сейчас обойду. Я сейчас обойду с той стороны. И мне будет удобно. На другую грядку переставила. Все. Пока я здесь. Я контролирую. Так, шланг поправить надо. Загибается. И все. Выбивает. Выдергивает там. В соединениях выдергивает. Короче. Разъединяется шланг. Потому что он из частей. Написали мне в комментариях, что... Какие у меня спокойные петушки. Вот так. Ну... Я не знаю, если честно. Да. Спокойные, в принципе. Я могу спокойно к ним заходить. Но... Конечно, стрёмно. Конечно, стрёмно. Если честно. Потому что одни петухи. Они же всё-таки уже... Ну... Растут. И уже больше и больше с каждым днём становится. И когда я захожу, они же... Как любые куры налетают. Подбегают к дверце. Иногда думают, чтобы меня с ног не сбили. Так. Так. Я вчера им насыпала пшеницу с кукурузой. И насыпала так. Прилично. Сегодня смотрю. Я вчера видела, когда закрывала всех по курятникам. Что у них осталась кукуруза ценная. Думаю, ну нифига. Будете сегодня доедать. И так я и сделала. Я им сегодня корм не насыпала. Уже довольно-таки петухи большие. Да. Вы не маленькие. Пора кушать нормальную еду. И я им сегодня ничего не насыпала. Пусть доедают кукурузу. Нечего морду баловать. Воды, конечно, я им налила. Всё как положено. Корм не давала. Вот они походили. Ждут, естественно, что я им что-то дам. Вкусняшку. Они же привыкли, что я захожу. Каждое утро я захожу и кормлю обязательно. И вечером тоже. Ну и они ждут. Хитрые. Кукуруза лежит, а они ждут. Что же я им дам? А я ничего не даю. Нет. А пожрут кукурузу. Вон они уже начали её клевать. А потом я им насыплю другой корм. А то я насыплю им другой корм. А они опять кукурузу ставят. Да, Лизка? У меня просто цельного зерна не так много. Да, да, да. Я уже им комбинирую, конечно, этот корм. Надо немножко протянуть. Хотя бы две недельки. Есть пшеница, ячмень в небольшом количестве. Ну и кукуруза. Пусть кушает кукурузку. Кукурузка этого года. Хорошая кукуруза. Пусть кушает. Так, я сейчас дополиваю. Помидоры только поливаю. Иду дальше. Мне что-то ещё надо открывать. У мамы кур. Кормить их. Они уже открыты, в принципе. Покормить. Там есть каша в холодильнике. Для них. Маму идти наведывать. Кормить. Завтрак готовить. В общем, как всегда. Ранёхонько у нас есть с утреца уже работа. Так, вот я думаю, оставить здесь шланг. Пусть до конца поливают. Или переставить на другую грядку. Сейчас я посмотрю, течёт она туда или не течёт. Ага, течёт. Уже всё. А две я что пропустила, да? Ну, ничего, я потом их полю. Здесь помидоры я уже буду собирать с крайней грядки. И кусты буду... Хух, тихо. Тихо, тихо. Кусты буду уже выбрасывать. Так, всё, я на другую грядку кидану и нашла. Пусть поливают. Ну, как ранние помидоры, видите, от солнца пекутся. А посерединке совершенно другие. Намного лучше, красивее. Там, где есть им тенёк, помидорка, вон, видите, какие красивые. Там, где есть им тенёк, они совершенно другие. Совершенно. Видите, не горят ничего. Это деборао розовые помидоры. Хотела ещё один бутыль замариновать, но не буду. Уже оставлю на салаты. Будем салатики ещё кушать, чтобы накушаться в этом году. Ну, и помлетики ещё сделаем. Пару разочек с помидор. Вчера аж полила перчиком, какой красивый, твёрденький уже. А ты привял немножечко? Я вчера залила его. Немножко его реанимировали. Ну, смотрите, уточка уже вроде и не бегает, да? Сегодня к вечеру уже забудешь, да? Но вся проблема в том, что она видит утяток, а не рядом. Видит, слышит, что они тут бегают, разговаривают. Ей сложнее будет её забыть. Ну, ничего, забудет, куда денется. Ах, Лиза есть, где побегать. Говнюшка. Да, хорошая кошка. Но, надеюсь, она не будет их цапать. Живность мою. Пока играется. Надеюсь, что этим всё и закончится. Только играми не будет она их жракать. Ох, Лиза, Лиза. Ну, то она и кошка. Она должна проведать всю обстановку, где что находится. Так. Так.